привет друзья как обычно вдаемся в детали в тонкости техники плавания кролем данном случае я хочу вам рассказать про нюансы проноса важно чтобы у вас в голове было сформирован правильный стереотип чтобы это все легче было представить представьте вы как вы циркулем рисовали в школе козьей ножкой круг а у вас грибок и пронос это не круг опускается вниз потом такая же прямая рука идет вверх это как одно целое как будто вращение руками так вы вращаете одну другой одной тратится кучу сил и неэффективно вы неправильно распределяете усилия неправильно проталкиваете себя не отделяете грибок от проноса это очень важно значит смотрите грибок чтобы у вас был правильное понимание грибок это не циркулем рисуем круг а грибок это знак равенства верхняя черточка над водой нижняя черточка под водой ну допустим нюансы пронос может быть не обязательно согнута рукой может быть и прямой но смотрите что я хотел сказать поверхность воды вот здесь горизонт нижняя черточка подчеркнем знака равно по кисти смотрим согнули и как будто рисуем прямую до конца а вот такая получилось как бы прямая здесь потом в конце грибка у нас самая активная фаза эта концовка грибка помните ну static у нас в это время происходит ротация мы заканчиваем в грибок с усилием то есть это максимально у нас напряжение в цикле грибка это вот после окончания но вы должны тут же руку расслабить не надо вот это напряжение переносить воздух то есть вы плывете и сразу туда заканчивается где-то там напряжение а то и вообще не заканчивается это неправильно вы даже сразу бедра вот здесь, в этом положении, когда рука опускается вниз, ну, во время грибка, вот это, около бедра, сразу рука расслабляется, и потом делайте пронос уже, чтобы у вас еще было представление, образ такой, поезд въедет, когда все катались на конечной станции, наверняка уезжали в депо, поезд уходит, вот он заезжает в одну сторону, он не разворачивается по кругу, а он в эту сторону заехал, в обратную сторону выезжает, так у вас должно быть, грибок, это движение руки в ту сторону, в противоположную, от которой плывем, а пронос это в другую сторону, видите разницу, грибок назад, а пронос это вперед, разные движения, не надо их объединять, небольшую паузу надо добавить, плавайте упражнение, допустим, хорошее упражнение 6-3-6, знаете, да, такое упражнение, делайте грибочек, вдох, здесь пауза, учитесь делать паузу около бедра, она может быть маленькой, непредложительной, но в любом случае надо ее ощущать, вдохнули, 6 грибков, ногами поделали, а потом пронос начинаем отдельно, потом в другую сторону, закончили, здесь пауза, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и пронос в эту сторону, когда переходим к ролю, добавьтесь в паузу, фазу скольжения, буквально полсекундочки, буквально вот, загребаем, хлоп, и потом пронос отдельно, догребаем, пронос сюда, то есть вот чуть-чуть сбросим напряжение после концовки грибка, вот этот маленький нюанс многие упускают, когда уходит рука сразу целиком, если вы начнете это делать, вы, во-первых, почувствуете, что вы после фазы отталкивания, фазы концовки грибка, у вас ускорение продолжается, а вы просто лежите, вы немножко на этом экономите силы, то есть у вас динамика продолжается, скорость внутрицикловая не падает, ну вот эту фазу скольжения вы подберете с опытом, допустим, на длинных дистанциях, она может быть чуть подлиннее, мы, когда плывем длинные дистанции, мы не замедляем проносы, замедляем грибки, мы делаем все примерно так же, только у нас вот как раз фаза скольжения в этом положении, когда одна рука вытянута, другая около бедра, в этом положении чуть-чуть поскользили, смелый рук чуть-чуть поскользили в этом положении. Когда дистанция более короткая, фаза скольжения вот этого остановки руки около бедра фактически убирается Но рука все равно расслабляется, потому что это в другую сторону движения, в другую Концовка туда, вперед это пронос Давайте, пробуйте, потом расскажете в комментариях, напишите, получилось у вас или нет Продолжение следует...